Смотря на эту масштабную стройку, с трудом осознаешь, что находишься в небольшом селе Троицкого района, которое расположено в 20 километрах от районного центра. О новой современной школе здесь мечтали давно. Где возводить образовательный комплекс, решили сразу. Здесь был пустой. Как бы сложности, ну, раз пустое место в центре села, можно сказать, особых сложностей. Как будто он тут ждал этот участок, появление вот этой школы здесь. Работы по строительству начались в 2019 году. Однако барнаульская компания, которая изначально выиграла тендер, дальше фундамента не продвинулась. Пришлось искать нового подрядчика. С октября прошлого года большая стройка на плечах бийской компании. Работы продолжили. За зимний-весенний период подняли коробки. Сейчас вот заканчиваем кровли. Активно ведем работы по внутренним отделочным работам. И по благоустройству территории. Накануне строящийся объект посетили представители единого стройзаказчика, районные власти, а также депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Они посмотрели будущие школьные классы, современный актовый зал, столовую, спортивные площадки. Их будет несколько. Это волейбол, это баскетбольная площадка, это теннисная площадка, это спортивное ядро, это хозяйственный блок. Для прыжков яма. Да, ну это я. С физкультурой все в порядке будет яма. Ну я думаю, что да, с физкультурным развитием здесь в данном селе будет полный порядок. Образовательное учреждение немаленькое и рассчитано на 140 учащихся. Стоимость сельской школы более 240 миллионов рублей. Мы с вами не единожды слышали выражение, что село живет, когда в нем есть школы. Это действительно так, это действительно правда. Поэтому строительство новой школы, создание новой современной инфраструктуры здесь, в заводском, говорит о том, что у села есть будущее. И эти перспективы открываются в связи с реализацией нацпроекта образования. Сейчас же занятия проходят в ветхом деревянном здании. Постройка 67-го года. И районные, и местные власти, а также руководство, как могут, поддерживают школу. Все классы оснащены оборудованием. Есть компьютеры, проекторы, интерактивные доски. Численность учащихся – 137 человек. И учителям, и школьникам не терпится переехать в новое здание. Дети, конечно, ждут. Особенно старшеклассники. Им же охота тоже успеть поучиться в новой школе. Завершить стройку планируют до конца года. Дальше останется завести мебель и оборудование. Здесь все будет новое. Компьютеры, телевизоры, кинопроекторы – вся необходимая аппаратура для актового зала и многое другое. Здесь даже запланирована у нас покупка для лета газонокосилки электрической, а для зимы – снегоуборочные машины. Ну, то есть здесь будет еще и техника, которая будет убирать снег. Ожидается, что первый звонок на урок здесь прозвенит уже в сентябре. Хотя глава Троицкого района не исключает, если работы завершат раньше и объект будет принят на баланс, то переехать в новую школу учащиеся и педагоги смогут уже весной. Елена Кузовкина, Иван Зяблицкий. День с толком. Продолжение следует...